Золотой Рог Здравствуйте! В эфире «Зелёный город». В этой программе не будет ни политики, ни криминала, ни экономики. Только то, что на самом деле важно – это экология Владивостока. И как вы уже догадались, сегодня речь пойдёт о бухте Золотой Рог. Золотой Рог – самая грязная акватория не только во Владивостоке, но и во всём Приморье. Бухта за десятилетия превратилась в плавучую помойку прямо в центре города. В Золотой Рог впадает река Объяснения. Она выносит в бухту огромное количество пищевых и бытовых отходов. Сюда стекают сточные воды ливневой канализации. В Золотой Рог сюда сбрасывают леяльные воды. Так называются отходы жизнедеятельности корабля и его команды. Бросает мусор с набережных катеров горожане. Вот они – пластиковые бутылки, пакеты, тетропаки. Но и главная беда Золотого Рога – это нефтепродукты. Акватория покрыта толстым слоем мазута и бензина. И всё это не только плавает на поверхности, но и оседает на дно. Так что там, на глубине, тоже огромная свалка. Но это вовсе не значит, что Золотой Рог уже превратился в мёртвую зону. Бухта живёт, но она уже не имеет тех полезных для человека животных, которых раньше там добывали, доставали. Тех же трепангов, да, или гребешков, или там рыбу чистую. Вот краснопёрку, пойманную в Золотом Роге, она чем пахнет? Нефтепродуктами. Поэтому там даже вы не захотите такую жарить на сковородке, потому что там масла не надо добавлять. Она и без того пахнет маслом только машиной. То, что бухта Золотой Рог в критическом состоянии, это не просто мнение впечатлительных экологов. Свои доводы они подкрепляют данными анализов. Во Владивостоке есть несколько организаций, которые ежемесячно отбирают в бухте пробы воды и грунта. Одна из них – это лаборатория Примгидромета. За Золотым Рогом здесь наблюдают больше полувека. Больше всего нефтепродукты, конечно. Это даже и визуально наблюдается плёнка, которая мигрирует из района Устерики-Объяснение, до… в основном она встречается больше всего, где строится новая у нас гостиница. То есть или раньше он назывался причал пассажирских перевозок. Если раньше процессы загрязнения шли небыстро, то в 21 веке бухту стали загрязнять стремительно. Вот данные по Золотому Рогу за последние 10 лет. В 2002 году экологи бухте присвоили третий класс загрязнения. Это значит, что 10 лет назад Золотой Рог выглядел, как сейчас Амурский или Уссурийский заливы. Но уже в 2008, когда началось активное строительство объектов саммита, класс вырос аж до шестого. Бухта оказалась буквально в шаге о чрезвычайной ситуации. Но после завершения всех строек Золотой Рог чуть-чуть подочистился и перестал быть очень грязным. Из всех акваторий самая грязная – это бухта Золотой Рог. Она относится у нас к пятому классу. Это грязная. То есть у нас существует 7 классов. Вот она к пятому классу. Если Амурский залив, он умеренно загрязненный, вот пока еще держится Босфор Восточный, Уссурийский залив, то вот Золотой Рог, он, конечно, грязный. Что вода грязная, это видно и простым глазом, без специальных анализов. Но вот знаете ли вы, как на самом деле выглядит грунт Золотого Рога? Вот он в этой банке. Эти пробы взяты со дна морского. По сути, это спрессованный мазут. Консистенции крема, но с отвратительным запахом. Паров канализации, нефтепродуктов и разлагающихся морепродуктов. Беда Золотого Рога в том, что у нее нет одного хозяина. 15% бухты вдоль берегов поделены между множеством организаций, а остальная, большая часть акватории – это федеральная собственность. И значит, у города и края нет полномочий тратить бюджетные деньги на очистку поверхности и дна Золотого Рога. Предприятия, в принципе, на сегодняшний день, на 90-95% решили бы проблему со сбросом, если были построены чистые сооружения и коллектора чистых сооружений с КНС-ными станциями. На сегодняшний момент, так как это не построено предприятие, вынуждены сбрасывать. Да и те самые частные предприятия за недобропорядочность оштрафовать сложно, говорят в Росприроднадзоре. Этот отдел, по сути, контрольно-надзорный орган. Их можно назвать морскими полицейскими. Но возможностей у них на самом деле немного. Чтобы выписать штраф, нужно провести проверку. А для этого необходимо попасть на территорию потенциально недобросовестного частника. И вот тут-то загвоздка. Предприятие защищает 294-й федеральный закон. И если следовать букве закона, то устраивать проверки госорган может не чаще одного раза в три года. И при этом еще нужно выслать письменное уведомление. Иначе будет оштрафован уже департамент. Так сказать, за попытку кошмарить бизнес. Если говорить о штрафных санкциях, они, конечно, не созмеримы на сегодняшний момент с реалиями жизни. За сброс точных вод по статье КОАП 30 тысяч, 40 тысяч рублей. Ну, это смешно. Предприятие какого-то там объема сбрасывает. И люди с крыльцом платят такой штраф. Но все же есть во Владивостоке организации, которые занимаются очисткой золотого рога. И даже есть мусороуборочный флот. Правда, он немногочислен. Два судна, которые могут выполнять грязную работу, есть у ТОФа. Еще одно у частной компании. И еще два принадлежат Росморпорту. Их МНМС-ы, морские нефтемусоросборщики, на акватории золотого рога можно видеть чаще всего. Вот и сейчас один МНМС-100 уходит в рейс чистить бухту. А другой по прозвищу пингвин ждет разгрузки. Его емкости уже до предела заполнены отходами. Открываются створки. Судно идет на ходу. Водичка поступает сюда вместе с мусором. Мусор заполняет здесь все. Потом транспортером, транспортерной лентой, мусор зачерпывается и ложится вот в эту ванну. А как вот именно нефтепродукты собираются? Вот ванна. Туда она уходит, масляная пленка. И насос отсасывает это все в танке. Большое влияние на работу МНМС оказывает ветер. Судно это тихоходно, а значит любое сильное волнение на море может парализовать работу. Нефтемусоросборщик элементарно не сможет оторваться от причала. Быть капитаном спецсудна вообще непросто. Здесь нет определенного курса. Его задает мусор. Где грязи больше, туда и приходится везти МНМС. У меня обороты открываются. Когда я иду вдоль причала, я боюсь ворота загнуть. Поэтому держусь на расстоянии где-то с метром от причала. Потому что стоит мотористу зазеваться, и мы сразу ворота загнем. Вот в основном сложно. Собирать мусор МНМС активно помогают матросы. С сетками, баграми и вилами они направляют плавучие отходы в ворота. И дело это утомительное. День за днем команда выполняет сизифов труд. Сегодня они почистят причал, а завтра на том же самом месте их ждет опять куча мусора. За чем день? Бывает за час полна ванна. За час полна ванна. Можете представить? Только один нефтемусоросборщик каждую неделю выгружает на берег 12 кубометров мусора и 20 тонн мазута в год. Конечно, для качественной очистки акватории два стареньких МНМС, а им уже под 40 лет, недостаточно. Но вскоре экологический флот Росморпорта должен увеличиться. Руководство предприятия в Москве прекрасно знает ситуацию с очисткой акватории и уделяет этому очень серьезное внимание и в планах у нашего предприятия пополнения экологического флота в недалеком будущем двумя МНМС бонопостановщики нового поколения. Поэтому я думаю, что они, конечно, если и не решат проблему экологии в полностью, то хотя бы помогут ей не развиваться в худшем направлении. Без пяти минут начнется беспрецедентная акция «Морской субботник». Столько плавсредств и столько волонтеров. Чистить золотой рог от мусора не выходило еще ни разу. Катера уже пришвартованы. Волонтеры одеты в спасательные жилеты. Без них в море выходить строго-настрого запрещено. Но еще в Умнице обязательно входит вот такой сачок. Именно им волонтеры будут вылавливать мусор с водной поверхности. Почти 20 катеров и сотни добровольцев вышли в эту субботу приводить визитную карточку Владивостока бухту «Золотой рог» в порядок. Организаторы «Морского субботника» рассчитывали хотя бы на 10 судов. На деле же их оказалось в два раза больше. В свой маломерный флот на санитарную акцию отправили и частные лица, и участники яхт-клуба «Семь футов». Среди волонтеров были студенты ДВФУ, МГУ и других общественных организаций. Участвовали и просто горожане. Для них это дело чести. Мы только что приехали из Казани. Мы там волонтеры на универсиаде и очень скучали по морю. И так как мы волонтеры, мы решили сегодня пойти на субботник. А так как погода не очень располагает к отдыху, то я думаю, что это хорошее время провождения субботника. Для меня несложно, для меня наоборот за радость. Я сам здесь хожу, сам где-то купаюсь. Сюда приезжают люди, и они смотрят на эту бухту. Это для них лицо Владивостока. И то есть уделить два часа не так уж и много. Чистить бухту от грязи пришел и глава города. Морской субботник – это именно его идея, которую поддержала общественность. Неравнодушные горожане решили на безвозмездной основе выполнить ту работу, которую ежедневно должны делать настоящие хозяева бухты. Экология – это здоровье наше. Это чистота и красивый город. От нас это зависит. Поэтому я всех благодарю. Хочу вам вручить всем капитанам флаги города. Если кто сможет разместить сейчас, закрепите его. А то, пожалуйста. Команды распределились по золотому рогу. Каждой группе катеров выделили свой участок. Например, кому-то досталась территория у корабельной набережной, кому-то у мурвокзала, а кому-то у станции ТОВ. А кто-то отправился в сторону Чуркина. Меньше всего мусора оказалось на середине бухты. Огромные свалки плавучих отходов были обнаружены у причалов. Кстати, все время субботника гражданских сопровождали катера «ГИМС». Наша цель – обеспечить безопасность, потому что волонтеры – дело такое, не дай бог, что-то это связано с водой. Поэтому мы за каждым из этой группы катеров будет закреплен инспекторский катер, который будет именно следить за безопасным мероприятием, чтобы они прошли успешно и без всяких происшествий. Бутылки пластиковые, бутылки стеклянные, это тропаки, шины, палки, коряги, старые ботинки и мешки. Чего только не оказалось в улове добровольцев. А пауцин, помидор, была седушка, она была очень тяжелая, и как может седушка оказаться в море? А скажи, как ты лично поступаешь с мусором? Ну, я еще мусор кидываю, не знаю, потому что мне как-то, я представила, что как-то, она, земля, она же как живая, и вот как ей тяжело. Два часа волонтеры работали, не покладая багры и сачки. Время от времени катера причаливали к берегу и сгружали собранный мусор. Высаживали тех волонтеров, кто устал, и брали на борт новых. Черпать отходы – дело непростое. Хочу заметить, что собирать мусор на море – это не то же самое, что на суше. Здесь катер постоянно качает, поэтому нужно умудриться устоять на ногах. А еще мусор постоянно пытается уплыть от катера, это определенные сложности создает. Но, тем не менее, усилиями одного катера и одной команды за полчаса уже набрали три полных пакета мусора. Грязной работой ради чистого моря занимались люди разного возраста и социального статуса. Мусор вылавливали и студенты, и бизнесмены, и чиновники, и пресса. Чистили не только море, но и берег. В итоге получился самый настоящий субботник. Мы очистим, не будет этого мусора какое-то время. Если мы будем проводить эту акцию периодически, то меньше будет мусора, вода, море будет чище. Нам всем будет приятнее. Сборная администрации города и прессы мелким мусором наполнили 15 огромных пакетов, а несколько килограммов крупногабаритных отходов взяли на буксе. Всего же волонтеры все вместе с поверхности золотого рога собрали столько мусора, что его еле-еле увезли две спецмашины. 10 тонн отходов это не шутка. А вот и неожиданный улов морского субботника. Чайка, вымазанная в мазуте. На самом деле тут пластик и другой бытовой мусор не самая главная беда золотого рога. Бухта полностью покрыта нефтяной пленкой. А она губительна и для морских птиц и для других животных. Суббота, 27 июля. Войдет в историю Владивостока как день, когда в городе был проведен первый общегородской морской субботник. Частота, золот, здоровье, порядок, весь мир. Так качественно и массово акваторию золотого рога убирали впервые. Морской субботник, конечно, дело благое, но все же это капля в море. Таким количеством зудов кухни нужно чистить ежедневно. И тогда золотой рог перестанет быть зоной экологического бедствия. Это была программа «Зеленый город». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова